Радио 54 Как родилась идея вот этого синтеза актерской читки и симфонической музыки? Вообще, вы знаете, эта идея сейчас, что называется, в тренде. В Москве достаточно много делается сейчас таких постановок с актерами театра, кино, залы полны. То есть это достаточно такое сейчас явление актуальное в культуре. Мы, конечно, хотим быть тоже на этой волне и решили, как говорится, ни у кого не брать, ничего не заимствовать, а написать именно постановки, сделанные именно для нашей филармонии, для нашего оркестра. И привлечь, конечно, своих звезд, которых у нас в городе любят, знают. И я думаю, что это будет оправдано. Вы работали ранее с теми актерами, которых набрали? Или как вообще? Это был кастинг, или вы сразу видели, что вот Ирин Камынина лучше всех подойдет на... Кстати, какую роль? Ирин, расскажи. Я их тут, по-моему, 4 или 5. Ну, в том числе и 100 людей, да? Нет, нет, вся нечистая сила моя. А, вот она что. Моя темная сторона, да. И вам это нравится? Многие же хотят сыграть злодеев, да? Да, злодеи, прекрасно. Да, да, да. Уже есть что-то у вас злых ролей? Есть. Вам есть что достать из коробочки, да? Да. Ну, а Владимир, а вы поделитесь своими ощущениями насчет своих ролей и насчет этого... Ну, для вас эксперимента, наверное, для Елены уже нет? Нет, в пьесе «Пергюнт» я буду читать роль Пергюнта. И каждый артист мужского пола, наверное, мечтает о такой роли. Это мировой репертуар, это масштаб роли такой, что прикоснуться к ней в любом случае прекрасно. И, ну, не верьте, если кому-то предложит ее, а он скажет, нет, мне неинтересно. Не может быть такого, потому что Пергюнт – это действительно сложнейший характер, который любопытно попробовать. Да, ну, не получилось у меня пока попробовать его в драматическом театре, но есть вот такой формат абсолютно замечательный и действительно с великой музыкой Григо. Для вас, как для актеров, такой формат, как вы говорите, он сложнее, проще, интереснее, что в нем другого, какие-то, может быть, новые подходы приходится искать, исходя из работы. Конечно, этот формат больше ближе к вашей работе, когда зритель слышит только голос. Он, конечно, видит вас, стоящего на сцене в луче света, но тут важен голос, важны... Можно закрыть глаза и послушать, да? В том числе, да, это такого рода, в самом хорошем смысле, радиотеатр. Раньше, да, ведь часто передавали радиоспектакли, да, и с музыкой, в том числе, параллельно. Да, но только здесь все происходит на глазах у изумленной публики, здесь сидит огромный симфонический оркестр, играет эту, еще раз повторюсь, великолепную музыку. А музыка помогает? Конечно, безусловно. Музыка вообще, это, наверное, один из самых великих выражателей чувств, эмоций, поэтому... Мимика и жестами вы практически не пользуетесь? Чтобы себе помочь, конечно, руками машем. Эдвард Грик сказал, что музыка не нуждается в словах, а слова иногда нуждаются в музыке. Очень точное выражение. Может быть, мне кажется, действительно, это, наверное, сложнее могу предположить, потому что в случае Володи Пергюнд, персонаж, который изменяется на протяжении всей пьесы от такого мальчишки разбедного до пожилого, уже умудренного опытом человека, и все это нужно выразить исключительно с помощью голоса, с помощью интонации. У Ирины вообще, представляете, пять разных злодейских образов. Мы подбирали пять разных голосов. Вот она. А можно продемонстрировать? Конечно, представляю. Я на одном капустнике был Бэтменом, Маской и Буратино, так что... И когда эти персонажи возвращаются, она должна вернуться к тому голосу, который обозначает именно этого персонажа, плюс первоначальная злодейка, женщина в зеленом, она то молода, то стара, то есть еще этот же персонаж, но в разном возрасте, то есть и все это нужно сделать исключительно без костюма, без грима, а только голосом. То есть я думаю, это и сложно, и, наверное, интересно, Ирина. Да, это очень интересно, и такого опыта у меня еще не было, и это прям для меня, ух, прям захватывающе. Какой-то, может быть, приемчик посоветуете начинающим, как столько ролей, и без костюма, и без всего, как говорит Елена? Как быстро вжиться в роль, да. Как быстро перевоплотиться, что вы используете? Ну, дело в том, что молодым, если ты проучился в театральном институте... Никому не доверен такой задачи, да? Да, четыре года, то ты уже можешь пользоваться своим аппаратом, да, речевым. И, в принципе, голосовая характеристика зависит, конечно, от характеристики персонажа. Прежде всего надо найти зерно, понять зерно этого персонажа, и тогда примерно понять, как он разговаривает. Скороговорка или очень медленно и вальяжно, сипит он на высоких тонах, на низких. Ну, плюс это твоя еще фантазия, как ты его нарисуешь себе. Мы носим одежды, жених мой, не те. У нас из одежды лишь бант на хвосте. Взгляни на меня, где ты видишь, здесь хвост. Ну да, ты безхвостый, но выход здесь прост. Пришпильте прелестный, хвост лучший, отцовский, воскресный. Не дам из меня вам не сделать шута. Ты свататься вздумал ко мне без хвоста? А? Дадут тебе бант ярко-желтого цвета. За высшую честь почитается это. Бог с ним, прицепляй. Еще вы чего от меня захотите? От веры Христовой отречься мне, что ли? Зачем? Не стеснем в деле совести тролль. Да верь ты хоть в бога, хоть в черта. Для троллей нет в вере учета. И так разногласий не стало у нас. Начните же троллей веселый свой пляс. Этот кусочек и эта фраза, которая прям в душу западает. Тролль, упивайся собой. Хотелось поговорить про актуальность. И вот я ее уже прям вижу. Расскажите, мне кажется, это такой один из моментов, который наиболее ярко окрашивает то, почему до сих пор это произведение так популярно. В частности, про упивание собой, да? Да, вы знаете, мы тоже увидели в этом действительно зерно этой драмы. А сейчас это мода на бесконечные селфи, на бесконечные... Сторисы. Сторисы, да. Саша больная тема. Посты о самоопределении, 20 советов, как стать собой, да? Вот чувствуете вот эту вот жилку? Сейчас все коучи, все. Да-да-да, все коучи по саморазвитию и прочее, прочее. Все блогеры, да. Да-да-да. Собственно, это вот о том же самом. Когда-то Ипсен поднял вот эту тему, упивайся собой. Когда-то для норвежцев это было очень актуально. В период вот подъема их национальности. Владимир вспомнил про то, что надо снять сторис срочно. Когда еще на Радио 54 окажешься? В прямом отделе, тем можно. Да, хоть каждую неделю, Владимир, мы всегда вам рады. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.